Это брошенное село. Я не вижу ни участкового, ни акимята, ни этого. Здесь законы нет. Более 15 лет жители села Заречное самостоятельно справляются с очисткой канализационных стоков. Сами вызывают осенизаторов, сами контролируют и переживают, что совсем скоро их бытовые отходы попадут в близлежащую реку. Вот канализации нету и никто не делал. В те времена никому не нужно было. И 15 лет вот так и наше говно валяется, как хочешь. Еще в советское время центральная канализация все-таки была в этом районе. Со временем трубы износились, а менять до сих пор никто так и не хочет. По словам местных жителей, на все обращения в Горводоканал ответ один – вы не состоите на балансе города. Порой забивается. Но опять же тут можно как грешить. И на жителей кидают. Бывает там кое-что такое нехорошее, крупное может быть. Поэтому забивается. Ну машины приезжают чистее. Мы собираем сами жители. В общем, как получает, как получится. С проблемой столкнулись около 50 домов в селе. При каждом возникновении засора жители собирают не менее 10 тысяч сомов на его устранение. Мы это уже просистили один раз. Но там проблема – это насос откачивающий. Мы уже планировали, откачаем, воду откачаем оттуда, насос вытащим и поставим новый насос. Но это будет в течение месяца, мы закончим эту работу. На сегодняшний день в планах у главы сельского округа очистить, насколько это возможно, стоковую яму и вернуть сельчанам центральную канализацию. И кто знает, возможно тогда коммунальные службы все-таки обратят внимание на жителей села Заречного.